Хороший мальчик Я до сих пор уверена, но я безумно счастлива, что нам дали гран-при прямо вот так, на Библии могу поклясться, что мы снимали его с открытым сердцем, все авторы. И очень хотели сделать искренне, настоящее, может быть, в чем-то простодушное кино о взрослении, о любви. Надеюсь, что у нас это получилось. И он начал писать не комедию, а такую вот настолько тонкую вещь, которую можно было бы сделать и драмой, и комедией. Мы приложили огромное количество усилий для того, чтобы это все-таки было комедией. То есть мы сознательно не переходили на территорию драмы в тех местах, где можно было бы перейти, а старались сохранить какое-то комедийное начало в монтаже, в музыке, в том, какие эпизоды мы все-таки взяли, какие нет. Кудрявый подросток Коля, молодой актер Семен Трискунов, за семь дней успевает влюбиться в учительницу английского, ее играет Ева Андреевайте. Обалденно. Влюбить в себя главную красавицу школы, которую еще и дочка школьного директора Михаила Ефремова, а также взяться за расследование поджога школы и впутаться в научный эксперимент отца Константина Хабенского. Зачем мы спим ночью? Потому что это ночь. Правильно, ночь. Земная. Но существует и космическая. Герой Коли Смирнова, 15-летнего подростка, должен повзрослеть и понять, что жизнь не черно-белая, где есть полутона. А герой нашего директора школы, Михаила Ефремова, должен как раз задать себе вот эти предельные максималистические юношеские вопросы, детские вопросы, да, чтобы разобраться с той кашей обстоятельств, которые он уже во взрослой жизни попал. Не буду раскрывать всех карт, там есть и еще хорошие мальчики. Ты же хотел ремонт. На, будем делать ремонт. В общей сложности хороший мальчик создавался пять лет. В 2011-м был готов сценарий, но не было средств. Тогда же на кастинг пришел 11-летний Семен Трискунов, но оказался слишком маленьким. Пазл сложился одновременно. Актер подрос, деньги появились. А что касается Семена Трискунова, то этот парень, которому в ноябре исполняется 17 лет, он помимо того, что он талантливый, он такой серьезный, он такой глубокий, такой мудрый, небогода, что я не понимаю, что же с ним дальше-то будет. Втерился очень. Вернов, ты обалдел? Здрасте. Я могу вообще все. Очень хороший сценарий, очень хороший каст был изначально. Одним из последних просто Константин Юрьевич присоединился. До этого все актеры, которых хотела Оксана Карасовича пять лет назад, так и перекочевали, собственно, в нынешнюю версию фильма. И меня действительно заразила идея, действительно заразили режиссер, создатели. Хорошего мальчика некоторые называли курьером 21 века или российской академии «Рашмор», с которыми, впрочем, сравнивают чуть ли не все фильмы о подростках. Создатели картины, к слову, настаивают, что сняли фильм для всех возрастов. Кажется, случаются эти истории. Каждый, мне кажется, каждый второй влюбляется в учительницу или в учителя в школе. У каждого есть проблемы в семье, то, что тоже вы показывали в фильме. Они, наверное, будут чувствовать себя, что они не одни, а для взрослых людей. Это ностальгия, это вспоминания, возвращение в свою молодость. Хороший мальчик – в первую очередь комедия, где на подростковые проблемы и возрастной кризис смотрят романтично и с юмором, перенося действия в выдуманный, светлый и безобидный мир. Словом, в то место, которое мало похоже на реальность, где трудности не всегда вызывают улыбку. Лапал мою тёлку, да? Да. Да, трудно тебе придётся в жизни, сынок. Трудно. Ну что, вдохновились? Башню сносим!